Танцует, занимается легкой атлетикой и прыгает с гор на альпийских канатах. Без всего этого Надежда Степанова не представляет своей жизни, как и без школы. Она учитель русского языка и литературы в районной школе. Помогает детям разобраться в тонкостях непростой прозы и поэзии. Возможно, здесь нужно обратить внимание на какие-то слова, на предложения, которые бы помогли им оттолкнуться, понять, зрительно представить этот образ. То есть все идет от слова. Слово – это наше все. А вот Елена Фетченко тоже учит, но не на русском, а на немецком языке. Конкурс этого года в ее биографии уже второй. Как призналась Елена, ей постоянно приходится бороться за внимание детей. У нас в районе, в нашей школе есть материальное обеспечение, скажем так, и кадры. Единственное, что нам не хватает – вот этой мотивации, потому как в основном сейчас английский язык является универсальным средством общения, интернациональным языком, и вот как бы не очень все хотят изучать немецкий язык. Я учу грамматику охотно. Немецкий язык на данный момент я считаю своим главным интересом. Мне очень нравится учить немецкий язык, но у меня все получается. Сегодня все конкурсанты провели открытые уроки. За работой учителей наблюдала комиссия. Имя лучшего педагога назовут в ближайшую пятницу. Победитель получит 300 тысяч рублей, путевку в санаторий и новый рабочий компьютер. А осенью этого года представит наш край на конкурсе уже всероссийского уровня в Москве. Однако сами педагоги уверены, каким бы ни был результат, главное – любовь и признание учеников. Анастасия Бертенева, Ирина Харитон, Алексей Фризин. Наши новости.